Итальянский матч Итальянский матч С победителем открыт Интер ведет борьбу за Скудетту 71 очко у Милана 65 у Наполи 63 у Интера 60 Лацио 59 у Динеза Рома выиграла и набрала 56 очков Так что очень плотненько идут команды Соответственно в сегодняшней встрече Нужно побеждать и тем и другим Ну конечно в первую очередь хозяевам Поле, которые Должны надеяться на осечки со стороны Интера Очевидно это В адрес Милито Габриэле Ты навсегда в сердцах болельщиков Написано было на этом баннере Ну так скорее всего именно Да, поскольку он Салютует болельщикам Видимо в его адрес Баннер и Вывешен Итак Народу довольно прилично Собралось на этот матч Хотя могло бы быть и больше Потому что игра центральная Но поскольку выходные И в понедельник выходной Соответственно Многие наверное Постарались из Милана Уже уехать Тем не менее игра важна И будем надеяться Что команды В предпраздничный день Сумеют показать Хороший футбол И настроиться Должным образом На игру Состав Интера На ваших экранах Давайте тогда с него Сразу и начнем Ворота Интера Защищают в сегодняшнем матче Впрочем как и в большинстве Других Или почти во всех Жулио Сезар Который восстановился После травмы В защите Майкон 13 номер справа Лусио 6 Ранокки 15 Основная пара Центральных защитников На поле И Наготомо Которые все чаще и чаще Выходят в основном составе 55 номер Японец Который с Чизена Перешел Как вы помните В середине сезона В средней линии поля В атаке Дзанетти Четвертый номер 19-й Камбьясу 5-й Станкович 10-й Снайдер 22-й Мелито 9-й ЭТО Наверное Оптимальный состав Интера На данный момент Практически нет Травмированных Кордоба Выбыл до конца сезона И Тиаго Мотто Но не знаю Насколько болельщики Интера считают Тиаго Мотто Потерей Мне кажется Вот это сочетание Хавбеков Дзанетти Камбьясу Станкович Снайдер Оптимальная Для команды Леонардо Который В предматчевом интервью Сказал Что он абсолютно Не думает О будущем И сосредоточен Исключительно На текущем сезоне И на попытке Все-таки Несмотря на вылет Из Лиги чемпионов Совершенно Не Не Уместный И по счету Никуда не годящийся Но пока Интер в розыгрыше Кубка Италии Интер пока еще Не проиграл борьбу За Скудетту Так что сезон Конечно Для команды Леонардо И для него Самого не закончен Надо продолжать Бороться на Двух оставшихся Фронтах Кубок и чемпиана Состав Лацо В воротах Муслера Лихштайнер Второй номер Диас Третий Бьява Играет Под Двадцатым номером Горидо Четырнадцатый Брэшану Двадцать третий Ледезмо Двадцать четвертый Маури Шестой Флакари Двадцать второй Ирнанес Восьмой И Сарате Десятый Номер Ну Лацо Тоже Наверное В составе Близком К оптимальному По крайней мере Серьезных потерь У Лацо Нет Диаките Не готов Скулли Раду Для которого Закончен Сезон И стендарда Но это все Не ключевые Игроки В большинстве Своем В общем К этому важному матчу Обе команды Подошли в хорошем состоянии Интер Сыграл в середине недели Кубковый матч И сыграл удачно Победив Рому на выезде Со счетом 1-0 Что касается Лацо То Лацо Имел нормальный Недельный цикл Для подготовки К этому матчу Лацо Здорово провел Два последних поединка Выиграв их С общим счетом 6-1 И закрепилась Команда Эдуардо Рэй На четвертой строчке В турнирной Таблице Которая В последний раз Наверное На долгие годы Вперед Дает право Команде Сыграть в квалификации Лиги Чемпионов Так что пока Это возможность Есть Четвертого места Попасть в лигу За это четвертое место Нужно бороться Но держать в уме Третье место Почему бы нет То что фактически Если мы отвлечемся От борьбы за Скудету И от того что Интер Обладатель Пока что Ну уже теперь Да бывший Поскольку вылетел Из Кубка чемпионов Но кубок то еще Формально Принадлежит Миланской команде Несмотря на то что Статус Интера В данный момент Выше чем у Лацио Между этими Командами Идет борьба За прямую путевку В лигу чемпионов А учитывая Финансовое положение Многих итальянских клубов Лацио в том числе Конечно же Автоматическое попадание В лигу Это Огромное Подспорье для Бюджета Поэтому ставки высоки И я надеюсь что Сегодня Афиша Этого матча С содержанием игры Будет Подтверждена Самуэль Этого с мячом Поперечная передача Снайдер Убирает мяч под себя Лацио встречает Атаку Интер И Интер Хорошо Начинает Держа мяч внизу Майкон Пошел в обводку И Нанес Зацепил Своего соотечественника Нарушив правила Штрафной пробьет Команда хозяев поле Если брать последние матчи Помимо чемпионата А все вместе взятые То Интер не лучшим образом Выглядит Проиграв Шальке С общим счетом 7-3 Проиграв Парме В чемпионате 0-2 Ну вот только победа В кубке на Дроме Более-менее Помогла команде Психологически Восстановиться И настроиться Должным образом На концовку этого сезона Сейчас опасная была ситуация В штрафной Раноке выиграл мяч головой Но Мелитто Не удержался На скользком Покрытии Видимо Дождливо было Накануне В Милане И удержаться на ногах Не сумел Лацио пока начинает Ярко выраженным Вторым номером Сосредоточив Свои действия На Грамотной Позиционной игре На своей половине поля Ну и в расчете На контратаке Сарата сегодня Будет действовать Вместе с Флакари Впереди Причем По изначальной Расстановке Сарата указан В качестве Центрального Нападающего И судя по тому Что сейчас Мы наблюдаем Так оно и есть Хотя Флакари Профессиональный Центральный Нападающий А Сарата В общем Больше Как раз Привык действовать Из глубины Но вот Сегодня Сарата Будет действовать Видимо чаще Чем Флакари На позиции Центрфорварда Лацо С мячом Пас В сторону Маури Ронокия Прессингует Капитана Лацо Ну и вот Сарата Отправился К воротам И пробил Опасно Сезар Скользкий Мокрый мяч Ловить не стал Отбил кулаками Ну что ж Первый удар В створ ворот Наносит Команда гостей Хороший темп С первых минут Санетти Очень много Южноамериканцев На поле В составе Той и другой Команды Такая Разминка Что ли Перед Для многих Игроков Перед Кубком Америки До которого Остается уже Не так много Времени Шесть Южноамериканцев В составе Хозяев И четыре В составе Гостей Десять человек Представители Бразилии Аргентины Уругвая В основном Ну да Собственно Так и есть Уругвай Аргентина И Бразилия Многие из этих Игроков Футболисты Основного состава Своих сборных Еще два Южноамериканца В запасе У Лацио Так что В общем Половина игроков В заявке На этот матч В составе Обеих команд Это Футболисты Из Южной Америки Ну и тренер Интера тоже Оттуда Не нагнетает Темп Лацио Ледезмо Делает поперечную Передачу Диас Пропускает мяч В сторону Горида Интер дает возможность Лацио Наладить игру в пас И сейчас Интер Встречает Соперника На своей половине Поле Меняются местами Сарта Сейчас очень глубоко Отошел назад За мячом Ирнанес Наоборот Выдвинулся В переднюю линию А Флакари Сместился На позицию Центрфорварда Вот сейчас Хорошая была передача В глубину штрафной В сторону Маури И бывший Лациале Дэйн Станкович Оказался первым На мяче И от него Мяч уходит За пределы поля Углавой подаст Команда из Рима Массимо Марати В одиночестве На трибуне Располагается Никого из родственников Обычно сопровождающих Массимо На стадионе Ну может быть Еще не Пришли Но Марати Наблюдает за действиями Своей команды Лусио Тем временем Получает травму Жозе Мауринио Отпраздновав победу В Королевском кубке Дал пространное интервью Газете Делоспорт Ну и в частности Сказал о том Что не исключает Своего возвращения В Интер Не в следующем сезоне Но вообще В обозримом будущем В очень хороших отношениях Марати и Мауринио Ну а таких предложений Которые получил Мауринио Возглавить в Мадридский Реал Не отказываются Тем более что Для Интера В текущий момент Времени Мауринио Сделал все что мог Принеся в первую очередь Кубок чемпионов Долгожданный Который Десятилетиями Интер не мог Выиграть И повторить Свои успехи Так что Мауринио Во всех Во многих интервью Всегда старается Высказать симпатии В адрес Своей бывшей команды И он поддержал Леонардо Сказав о том Что Сейчас Главный человек В Интере В команде Это Леонардо И он должен Сосредоточиться На Текущем моменте Не думая О возможных Изменениях В тренерском Штабе Короче говоря В уме Интер Мауринио Безусловно Держит Но я думаю Что не в ближайшей Перспективе Снайдер играет На коротке С ЭТО ЭТО дальше В сторону Наготома Киво Сел в запас Уступив место В основном В составе Японцу Проворный Очень защитник Цепкий В обороне Ну и может Хорошо Поддержать Атаку Довольно быстро Он адаптировался В новой команде Здесь надо вообще Отметить Что по ходу Сезона Интер Сколотил Фактически Новую линию Обороны Потому что Из четырех человек Когда двое новых Это все-таки На 50% Обновление Защитной линии Здесь говорить Особенности Не приходится Появился Ранокия Новый центральный Защитник И появился Наготома Ну о проблемах Интера в центральной Зоне уже было Достаточно много Сказан И матч С шальки Особенно Вот здесь На Сан-Сиро Яркое как раз Выявление тех проблем Которые у Интера Именно в этой Зоне имеются Но Ранокия Лусио Это все-таки Гораздо более Серьезное Сочетание Защитников Нежели чем Что-то другое Без Лусио Не повезло Конечно Интеру Что Лусио Не мог участвовать В первой игре Этого с мячом Мелиту открывается В штрафной площади Этого Оттирают от мяча Арбитра Он не представил Морганти Свисток не дает Считаю что все было Сыграно по правилам 10 минут Очень качественного футбола В исполнении обеих команд Может быть не такой Высокий темп Но очень важно С турнирной точки зрения Игра Поэтому пока никто Не раскрывается Ну и Лацу Начав От обороны Сейчас все чаще И чаще появляется На чужой половине поля Лидезмо Пас в глубину Штрафной Эрнанес Специально Развернул мяч Майкону Который Вынес его За пределы поля Угловой Еще один угловой Подаст Лацу Межпрочем Это нападающий Флакари Вот так вот Отработал В обороне Действительно Можно Согласиться С удивлением Самуэля И то Каким образом Марганти Не увидел Здесь Нарушение правил Разыграли Римляне Римляне Этот угловой Брэшану Подача Диас выпрыгивает Но Раноки Ему Как следует Пробить поворотом Не дал Оживление на трибунах Это наготому Это наготому Линии Прострел Но может быть Чуть сильно Снайдер Отправил мяч В сторону Майкона Снайдер Снайдер Брал Брал Мауриньо И если помните Снайдер Появился Буквально На флажке В команде Буквально За несколько часов До закрытия Трансферного окна Потому что Мауриньо Придя в Интер Поставил В качестве Главного Условия Своей работы Трансферную цель Треку артиста Но то что По-русски Мы называем Поднападающим Игрока В Италии Частенько Называют Вот именно таким Определением Трехчетвертной Что-то Из другого Вида спорта Но весьма Распространенное Определение В итальянском Футбольном языке И вот в качестве Треку артиста Он необходим был Для игровой модели Мауриньо Как раз взяли Снайдера Но сейчас Поговаривает о том Что Кто бы не возглавил Интер в следующем Сезоне Вероятность Того что Снайдер С командой Расстанется Весьма Велика Но только Конечно В обмен На Игрока Который сможет Играть На этой же позиции Но это пока Все на уровне Слухов Пока Весли Здорово Делает передачу Направо В сторону Майкона Майкон Смотрит Где там Партнеры Пас Руку поднимал Мелитто Но Муслера Сыграл на выходе Четко И забрал мяч Мелитто Навернулся В основной состав После Продолжительного Перерыва Связанного с травмой Эта передача Маури В сторону Флакари Не прошла И в запас Сел Пацине Который Очень неплохо Начал В Интере Забивал В нескольких Поединках Подряд Но затем Притормозил И с конца марта Голов Не забивал Неплохо Ранокия Чисто играет в мяч Сарата Даже и не спорит В растерянности Глядя Нет, не на арбитр Он понял Мауру Понял, что Просто здорово Сыграл против него Молодой Защитник Ну что Лацо вовсе Не собирается Отсиживаться в обороне И вторая Уже очень опасная Вылазка гостей Очень хорошую команду Эдуардо Ре Построил За довольно-таки Короткий срок Эдуаро Эдуаро Удар Поворотом Ну сваливается Мяч с ноги У камерунца И летит В сторону Углового флага Пока Милиту не удается Вспомнить, как забивают Галы в чемпионате Он забил Один из мячей Здесь На сансиру Ворота Шальки Но После этого Отличиться Аргентинцу Не удавалось Никак Это непонятная Связанная Связанная с ним История С его здоровьем С травмами Бенитас Обвинил Медицинский штаб Интера В том, что Они довели Милиту Вот до Такого состояния Милиту, конечно Очень не хватало Бенитас Такого Милиту Который был У Маурини В такой же форме Ну и лишь К концу сезона Диего Наконец Восстановился После травм И тут же Усадил в запас Джампалу Пацинь Майкон С мячом Лусио Привет Милану Передают Тифози Интера Это 15 очков В розыгрыше И преимущество Интера В 8 очков Конечно Очень существенны Но пока Это преимущество Теоретически Можно Отыграть Интер будет Стараться Это делать Милан Попозже Играет На выезде Против Брэши Находящейся В зоне Вылеты Которые Отчаянно Нужны очки В домашних Матчах Матчах Доведенном Все-таки Киву Игравший Слева Если он играл На этой позиции Совсем Тихоход И атаки Практически Не поддерживал Пока еще Не привыкли Интеристы К тому что Есть очень Быстрый футболист Который По скорости Майк Он даже Превосходит Я имею ввиду Наготом Без моментов У ворот Муслеры Лацо В атаке Даже был В одном Эпизоде Поострее Станкович Хамьясо Отобрали мяч Сейчас на чужой Половине поля Хозяева Этуо Этуо Передача Удар Станкович Поддержал Атаку Но мяч Как следует На ногу Ему не лег Сложный был мяч И вообще Надо отдать Должное Станкович Что он вообще По этому мячу Умудрился пробить Лиштайнер А неплохо делал Передачу Там в сторону Маури Сарате Раноке На две головы Выше Снайдер В касании Здорово В сторону Мелиту Но Мелиту В пудовом Овсайде 20 минут В первом тайме В первом тайме Этого матча Пока Равная игра Диас 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 Упал Упал И Лац Мяч Отобрать Не сумел На готовом Снайдер Станкович Майкуан Обложили штрафную Лацо Хозяева Майкуан Ирнанес Действует сейчас В обороне Снайдер Лацо Смотрите Перед своей штрафной площадью 8 человек За линией мяча Умудряются При этом находиться Лихштайнер Не попал по мячу А то Оно здесь Очень сложно было Пробить А так Чтобы мяч долетел До ворот Муслера Потому что Сразу трое бросились Накрывать Удар от О Подтолкнул он Защитника Лацо Мячу Римлян Брышану Гораздо глубже Брышану Играет В Лацо Чем в своих Предыдущих Командах И Парма И Палермо Он все-таки Действил гораздо ближе К атаке Сарате Обыгрывает Здорово Пенальти Пенальти И красная карточка Жулио Сезаро Отличное начало матча Очень интересно Что будет дальше Очередная Вторая уже Вот такая острая Контратака Лацо С проникающей передачей В чужую штрафную площадь Заканчивается тем Что Жулио Сезар Нарушает правила И даже не спорит По этому поводу И на пенальти Выйдет Не было здесь Никакого положения Вне игры И Эрнане Сделал изумительную передачу Как обыграл элегантно Не правда ли Сарате Вот смотрите Еще раз Ох как поймал Сезаро И тому ничего Не оставалось Сделать Кроме как С помощью рук Еще завалить Завалить Сарате Но по поводу Фолла Последней надежды Болельщики Интера вправе Поспорить Потому что Ранокки на самом деле На мой взгляд Вратаря страховал Поэтому Как мне кажется Это слишком Жесткое решение Судьи Но заметьте Интеристы Не спорили И не обложили Всем своим коллективом Судью Не повезло Мелито Вынужденная замена Но как правило В таких случаях Снимается с игры Нападающий И этим нападающим Оказывается Конечно же Не Самуэль Этоо А Диего Мелитто Лука Костеллаце Ветеран Интера Уже Кстати говоря Приличное количество Матчей сыгравшие В этом сезоне Когда Сезар получал травму Выходит Не размявшись Под пенальти У Лацо Отличный шанс Выйти вперед Удар По центру Пробил Сарате Костеллаце Завалился в угол И Сарате Не составило труда Отправить мяч В ворота На паузе На небольшой И он сыграл Здорово 1-0 Лацо впереди Великолепный сезон Проводит Мауру Сарате Ходили какие-то Разговоры В зимнее Трансферное окно О его возможном Перемещении Например В Россию Были у него Не совсем Простые взаимоотношения Но Сарате Игрок Человек С тяжелым Характером Безусловно Блистательного Таланта Огромных Способностей Ну вот Конфликтовал Конфликтовал Он с Рэй Конфликтовал С президентом Клуба Но в результате Надо отдать Должно Опыту И квалификации Эдуардо Рэй Который нашел Все-таки К игроку подход И смотреть Как Сарате Здорово играет Во второй части Чемпионата В предыдущем туре Он отличился В против катании До этого Забил победный Гол Чизени И вот сейчас Забивает мяч На Сан-Сиро Выводя свою команду Вперед В матче Против Интера 1-0 И Марк Брышиано Продолжает Атаковать Лацо В обороне Проблема у Интера И сейчас Просто повезло Что в положении Вне игры Оказался Флокари Который показывает Боковому Что не он Был в офсаде А другой футболист А именно Совершенно верно Марк Брышиано Был в офсаде А не Флокари Так что И Брышиано Видите рукой Показал не я В эпизоде участвую А другой человек Сейчас судья Свистнул в пользу Интера Эту тем временем Получил по лицу Обычно Самые захватывающие Матчи в сериале Приходится на вечернее время Такие прайм таймовые 22-40 По московскому Но Интер Лацо В начале Полностью Оправдывает Такую яркую Афишность Этого матча И плюс интрига Какая закручена Интер в десятером Удален Вратарь За фол Последней надежды И С пенальти Сарата Вывел Интер Лацо вперед Который может догнать Интер по очкам Опасно Едва-едва Ранокия Не переправил мяч Ворота Ворота Но там последним Игру Клацу Касался этого мяча Подача Снайдера Диас Выносит мяч Из штрафной На Гатому Сейчас Пришлось Перестроение Тактически Произвести Леонардо Самуэль Эту С левого фланга Переместился на место Центрального нападающего Интера Ну вот Сестра Массива Марати Появилась на Стадионе Большая болельщица Очень часто посещает даже выездные матчи Интера Ну не весело Конечно В семье владельцев клуба Лиштайнер Прострельная передача И надо Интеру Каким-то образом Возвращаться в игру Что Может Придумать По ходу Матча Леонардо Какие есть варианты для Изменения состава Они есть Во-первых По цене Во-вторых по цене И в-третьих по цене Лацио Моментально отскакивает За линию мяча Потеряв его И шесть человек Сейчас встречает Семь Встречают атаку Интера Майкон Станкович Удар Снайдер Удар Спасает вратаре Не та Не та нога была У Камбьяса Чтобы бежать На добивание Муслера Муслера выручает Практически не вступал В игру Голкипер Лацио До этой минуты Но Снайдер Билта На точность На исполнение Очень сильно Прицельно В самый угол И Муслера В струну Вытянувшись Спас команду Хорошая игра На Сан-Сиро Угловой подает Интер Подача Ле Дезмо Справился Выбил мяч За пределы поля Еще раз смотрим Ну да Не факт Что если бы Камбьясу добил Гол был бы защита Но это все уже В условном наклонении Муслера спас Свою команду После удара Снайдера Что там Было бы дальше Уже не важно Потому что момент исчерпан Интер в десятером На чужой половине поля Расположился В позиционной атаке Через Ронокию Лусио какой-то там Помощь оказывали Вот только он сейчас вернулся На свою позицию А здесь у Майкона Мяч Вышел за пределы поля Может быть чуть сумеет Снайдер еще выше Поднять мяч Муслере было бы еще сложнее Ну и так мяч Из-под защитника Вылетал Так что Браво вратарь В этом туре Одновременно с этим матчем Болони Чизена Кали Референтина Дженуа Летча Палермо Наполи Удинезе Парма Барри Сандори играют В девять по Москве Брэш и Милан И завершается тур Сегодня в 23 часа Ювентус Катани Но на другие матчи Мы отвлекаться конечно же не будем Вдруг вы что-то захотите посмотреть Потом в записи Или на других наших каналах И так Тут более чем интересно Чтобы Смотреть Что-то другое В онлайн Таблица Вообще играл Вообще играл атакующего Полузащитника Крайнего Но он так и в Парме Играл В Палермо В основном тоже С краю в атаке И вот переместился Марк На старости лет В центральную зону И на месте опорника Действует И действует Вполне успешно Игрок цепкий Но здесь даже Неужели на готовом успеет Но невозможно Такой мяч достать Бьява И убивает мяч в аут Поли видит Брышану здорово И как организатор Атак Смотрится очень даже неплохо Тем более Что рядом с ним Есть Великолепная Говоря футбольным языком Собака Ледезмо Который тоже имел проблемы С руководством Лацо Даже выставляли его на трансфер Когда они там с Панди Не могли никак по деньгам договориться Но опять таки С приходом Реи Ледезмо Возвращен в основной состав Вот он с мячом Игрок Очень большого таланта Но к сожалению Для себя Он аргентинец И просто невозможно Выдержать конкуренцию За место в сборной Там условно говоря С тем же Камбьясу А так думаю Будь Ледезмо Гражданин какой-нибудь другой страны Играл бы в сборной регулярно И на чемпионате мира бы тоже выступал Я думаю Что это один из лучших Опорных хавов В серии А 24 номер Лацо Лихштайнер получил по голове Сейчас Лацо не имеет Никакого смысла Нагнетать темп Тем более что Снайдер действительно сыграл грубо Зачем-то взял Сверху положил Руку на плечо Лихштайнер И действительно задел его По лицу Ирнанис Ирнанис переобувается Действительно покрытие Скользковатое Может быть не все угадали С бутсами На каких шипах играть Лидезмо Выполнит штрафной Сарате Сарате В основном состав Невероятно Здорово Здорово Сарате В дальний Если бы попал Когда Сарате В форме И играет С вдохновением Смотреть на его футбол Одно удовольствие Ну а кстати Билл-то правильный Он бил в дальний Там ногу успел Подставить Санетти И капитан команды Маури Который при Эдуардо Рэе Буквально расцвел Всегда был приличным Огроком Но как-то согласитесь Держался в тени Прочих Футболистов Лацо А здесь За 30 Доигрался До сборной И до Основного состава Сборной И Марк Брышиану Углового флага Подача Взлетает Бьява И Майкона Вместо мяча Отправляет Центральный защитник Лацо В ворота Если бы не было больно Майкон Вряд ли бы Тянул время Видимо Зашиб его Бьява Да Вдвинул в затылок Лбом Бьява Майкона Но забитая голова Майкона Никаких баллов Не приносит Ни Бьяви Ни Лацо Все в порядке С бразильцем Он вернется в строй Пока Майкон Вынужден С оглядкой На свою половину поля Играть И почти не поддерживает Атаки Своей команды Которая играет В десятером После удаления Вратаря И сразу после этого Был классный ответ Снайдер пробил Муслер выручил Свою команду От центра поля Надо вернуться в игру Майкону И Бьяве Оттуда же Потому что Мы также оказывали помощь Возвращаются Оба футболиста на поле Наготому С мячом Костеладзе показывает Ваут В бровку разворачиваясь И нельзя И Наготому ошибается Все-таки это Чизена была До последнего времени Хотя, наверное, и в Чизене Нельзя так ошибаться Костеладзе ему даже рукой Показал Ваут Если что Десять минут до перерыва Хорошая Ну и надо Ну и надо На скорости выходить Из обороны В атаку Интеру Санетти там Притормозил Майкон Лацо уже сел В оборону И все Начала атаки нет Раноке Камбьясу Наготому Снайдер ЭТО в одиночестве Там маячит На позиции Центрального нападающего Ну Снайдер Попытался обострить Слишком сильно И не точно Тем не менее ЭТО благодарит За то, что рывок ЭТО на синхронно Сейчас сработала Пара Снайдера ЭТО Продолжается Борьба за титул Лучшего бомбардира Серии А И пока В этой борьбе Лидирует Лидируют Ковани и Натали По 26 мячей Они забили Диваю ЭТО Отстают существенно По 19 голов На их счету Почти влез Почти влез Санетти Но это было до Штрафной площади Желтая карточка Лидезмо Нет Не Лидезмо Горидо Хавьер Горидо Наказан Как здорово Санетти ушел С фланга Неоднократно Мы отмечали Выдающуюся Физическую форму 38-летнего футболиста Вот совсем недавно Мы наблюдали В чемпионате России 40-летнего Игрока Который был Молодцом Сейчас смотрим Лосьо Нет Забирает он мяч Был молодцом На фоне Многих Участников Матча Но сравните Там Того же нашего Андрея Тихонова И Хавьера Дзанетти Но я думаю Что Хавьера Можно сейчас было бы Выпустить На пятиборе И он показал бы Неплохие результаты Потолкались Сарат и Наготому Перевисел Перевисел Раноки Здесь Ну правда Мне кажется С нарушением Правил В воздухе Как раз Сарата Странно Что самый маленький В составе Лацу Держал самого высокого У Интера Здорово Сейчас ЭТО Просочился Между Соперниками Брышану Вынужден был Фалить Мяч установлен Прямо против ворот Будет И это Точка для Снайдера Но там Есть кому пробить Выбирай не хочу ЭТО Может Станкович Может Но конечно Самая Приличная Колотушка У голландца Станкович Мне кажется Для отвода глаз Здесь встал Снайдер Будет бить Ну и игра Крупных планов Хозяева И главный тренер С назначением Которого Конечно Ошиблись Что уж тут говорить Как бы Интер Не завершил этот сезон Такой вылет Из Лиги Чемпионов Еще долго Будут злопыхать Или помнить Снайдер С двух шагов Будет обводить Стенку Бьет 1-1 Все знали Как Снайдер Пробьет Этот штрафной Вопрос был Только в том В какой угол Он пробьет В тот Который защищает Муслера Или в тот Угол Который защищает Стенка С двух шагов Удар Не может быть Такой силы Чтобы Это была Неразрешимая Задача Для вратаря Но настолько Здорово Снайдер Пробил Давайте посмотрим Над стенкой Да Конечно Он исполнил Просто Просто блестяще Исполнил Просто блестяще Исполнил Уэсли Снайдер Муслера Не мог Выручить Свою команду Он не имел Права При таком Расположении Мяча Муслера Не имел права Располагаться Правее Потому что Снайдер Просто бы Двинул Со всей силы Прямо Под штангу И уже Вратарь бы Никак Под другую Штангу Не выручил Так что Муслера Занял правильную Позицию Но гениальный Выполненный Штрафной 1-1 И впереди Еще Вся игра По сути дела Во втором тайме Это полностью И еще Минут 6-7 В первом тайме Интер в десятером 1-1 Игра идет Что называется За 6 очков Как минимум Прямая путевка В Лигу чемпионов На кону Для Лацо Ну а для Интера Не вылететь Из чемпионской гонки Это Оставляет мяч Санетти Санетти Подскользнулся Аликштайнер Опасно Камбьясу Не та нога Ноготомо Камбьясу Ярко выраженный Левша Сейчас был бы Правша Мог бы Двинуть в касание Не рискнул Сыграл на сохранение Мяча Рея Смотрите Показывает Прессингуйте Что же вы Из борьбы Выключаетесь Маури взял Повернул со спиной Вот капитан Шестой номер Трусцой Возвращается назад Я думаю Напихает ему Тренер Как следует В перерыве Ледезмо не успел Получил желтую карточку Интер прибавил В концовке тайма А Лацо Как мне кажется Рановато Начал Играть Ну не то чтобы На удержание счета А Отдал инициативу Сопернику Напрасно А у Интера Есть еще Пацине До свистка Пробили Надо Будет еще раз Вести мяч В игру Ну что Ранокия там Лусио там Оба центральных защитника Подача Это слишком высоко Задрал мяч вверх Веслиснаг Брешано Маури Хорош Камбьясо Снайдер Этуо И хорош Бьява Теперь уже В единоборстве С Самуэлем Этуо И Этуо Как в отборе Ты сыграл Чисто причем На готовом Вот прессинг Латсо Тут тренер подсказывает И руками даже Подхлопывает своим Чтобы не выключались Из прессинга Высокого Этуо Сбили И 44 минут У Интера Есть доставка мяча Верхом В чужую штрафную площадь Под занавес тайм Бьява Надоело Сражаться с Этуо Решил он его сбить И вернуться на свое место А то уж очень далеко Забрался Бьява Покинув свою позицию Центрального защитника Раноки играет со Снайдером Снайдер смотрит Где свои Где чужие На готовом Вперед У него варианта нет Продвинуться Снайдер Вон там справа Майкон Встал столбом И показывает Дайте мне мяч Через Лусио И вот наконец Майкон мяч и получит Сейчас наверное Лусио Лусио Он показывает Спокойно Я все вижу Все-таки отдаст Пас Но минуту назад Майкон просил передачу Полез Майкон вперед Очень легко Обыгрывает Эрнаниса Подача Муслера Много общаются Футболисты Обеих команд Сейчас Ява Объяснял Муслере Кому нужно сделать И какую передачу Опоздал Маури Но не было Нарушений правил По мнению Одного из самых Опытных представителей Еще того поколения Которое заканчивает Судить Марганти Не случайно Именно он поставлен На такую важную И сложную игру Станкович И в общем решение Я уверен Мувиола Итальянская Рубрика Газетная И телевизионная Которая разбирает В замедленном Повторе Не только видео Но и словесном Тоже Все спорные эпизоды Марганти Конечно достанется Ну не знаю Что там Эксперты решат Но по крайней мере Решение Которое Можно обсуждать По поводу Удаления Жулио Сезер Полторы минуты До окончания Тайма Хорошая игра В центральном матче Тура Серия Интер Лацо Интер Сравнял счет Играя в меньшинстве Лидезмо Может отсюда пробить У Лидезмо Хороший удар Это знают интеристы Поэтому вывалились На Лидезмо Паслик Штайнер Лидезмо Красавчик Красавчик Сейчас всем своим видом Показал Пробью На него вывалились Бросил зону Наготомо Все-таки опыта Конечно ему еще не хватает И туда последовала передача И не хватало еще Чтобы и запасной вратарь Чтобы запасной вратарь Получил травму Но тогда это будет роскошь А не второй тайм Представляете Другого-то вратаря нету Значит станет полевой игрок Чтобы на весь матч Или на весь Там на целый тайм Я такого не припомню Это гол Снайдер Но сейчас самое главное Это состояние Касте Лаци Время идет Соответственно еще где-то минуту Команда сыграет в первом тайме Разбито бедро У Кастеллаца Это очень болезненный ушиб И нога У Кастеллаца Сейчас неподходящая Для того чтобы прыгать Отталкиваться ему будет сложно И Лацио может попробовать Этим воспользоваться Брешано У углового флага Очень высоко задирает мяч В сторону Маури Маури Ну кстати говоря здорово Возвращал мяч в штрафную Кастеллаца Прихрамывая Добрался до мяча К счастью для Кастеллаца И Интера Сейчас перерыв И врачи смогут В перерыве привести Кастеллаца в порядок И унять бой Тем более что В общем уже не так сильно Вратарь хромает Лидезма И пропал Сарате Уже минут Много Совсем без мяча Флакари Брешано Брешано Пас в глубину штрафной Лусио Наготому Лусио И Лацуо Здесь тоже отчаянно Борется за мяч Иначе уже Половине поля Ильишштайнер Не принял его руку Снайдер И все Команда отправляется В перерыв На перерыв Что ж Отличная игра В Милане В 34-м туре Между Интером и Лацу 1-1 И все самое интересное Впереди Интер в десятером Но Интеру Нужно побеждать Чтобы не Дать Милану Шанс сегодня Еще на Там сколько Тачков Выскочить Вперед А Лацу Ну раз такой шанс Выиграть На сложном выезде И Застолбить за собой На ближайшее время Третью строчку В турнирной таблице Ждем Второй тайм Футболисты Интера Первыми появляются Из-под трибунного помещения Стадиона Сан-Сиро Тяжелый тайм Ожидает Команды Интер и Лацу В 34-м туре Итальянская серия Соседи По турнирной таблице Выдали Увлекательный Первый тайм Насыщенный Всякими событиями Удаление Пенальти Комбэк В десятером Интера Но в результате Ничья Которая Не устраивает По большому счету Ни ту, ни другую команду Раз уж они соседи Раз уж они Ведут Борьбу за Самые высокие места Поэтому конечно В соперничестве Друг с другом Речи о том Что Лацу Может Устроить ничья Быть не может Тем более Видите как складывается Ситуация Лацу Имеет честное преимущество А Лука Костелаци Вышедший На замену Разбил себе бедро В столкновении В концовке первого тайма И будет играть хромая Явно он не готов На сто процентов Но что поделаешь Еще одного запасного Вратаря У Интера нет Поэтому вариант Либо хромой Костелаци Либо полевой игрок Поэтому через не могу Через боль Придется Вратарю Интера Играть Второй тайм Марганти Готовится Дать свисток К началу Второго тайма И напоминаю вам Составы В Костелаци В воротах Интера Майкон 13 номер 6 Лусио 15 Раноккио 55 5 Наготому 4 Санетти 19 Камбьясу 5 Станкович 10 Снайдер 9 Этуо Мелитов был вынужден Покинуть поле Потому что нужно было Кого-то менять Чтобы выпустить Вратаря Леонардо Главный тренер Интера Рея Наставник Лацо Выставил Следующий состав Муслера В воротах Лихштайнер 2 Диас 3 Бьява 20 Горидо 14 Брешано 23 24 Лидезмо 6 Маури 22 Флаккари 8 Ирнанес 10 Сарате Совершенно потерялся Ирнанес Хотя он сделал Именно он делал Передачу Сарате Когда тот выходил 1 на 1 Но Когда Блещет Сарате Ирнанес на его фоне Ну вот по крайней мере В сегодняшнем матче Как-то выглядит достаточно Скромно Впрочем и располагается Ирнанес Довольно глубоко Из этой глубины Проявить Себя как-то в подыгрыше Или в Завершающей стадии атаки Ему пока что не удавалось В запасе у Интера Есть Пацине Есть Пандев Так что В принципе у Леонардо Есть варианты По усилению игры в атаке Но Команда играет в меньшинстве Поэтому тут не все варианты Работают Снайдер Идет вперед Лацо Может быть напрасно отдал Инициативу Интеру В концовке тайма Которая прошла С преимуществом Хозяев И они Забили гол После великолепно Исполненного Снайдером Штрафного Сарате Ледезма Ледезма Горида На желтых карточках Но это так Вариант По уравниванию Составов Лишштайнер Костеллаце Но не на одной Конечно ноге Скачет по штрафной Голкипер Интера Хотя нога Ему конечно Очень прилично Замотали Диаз И возвращает мяч В свою штрафную Муслери И дальше Бьява Будет начинать Атаку Лацо А ну вот Ре Ударение Ставит на первый слог Флоккари Примем это к сведению С итальянским ударением Всегда так Пока не услышишь В оригинале Можно как угодно Гадать Правил Как таковых нет Есть правило Такое Общее Третий слог С конца Но зачастую Это нарушается Допустим Если следовать Этому правилу То ударение В фамилии Касану Должно ставиться На первый слог И Касану Но он вовсе Не Касану А Касану Ну и так далее Поэтому Флоккари Только что прозвучало Со скамейки Запасных Лацо И Рей Тем самым Видите Поменял местами Нападающих Он Флоккари Поставил Первым нападающим Сарата Опустил чуть низ Камьясу Наготома Должен успевать Проворный Наготома Исполнил сейчас прыжок В длину Возможно Это рекорд Японии Кто знает Рештайнер Трессингует Интер И передача Из обороны В атаку Не точная Интер Несмотря на то Что играет На одного меньше Действует так Как будто равные составы Стоило бы Лацо Поактивнее сыграть Посчитайте Но тут Выжидательная тактика Тоже имеет право На существование Дождаться пока Интер Вывалится вперед И поймать Интер Не здорово Играющий в обороне На контратаке Вполне можно Камьясу Зацепил Сарата Лидезмо С мячом Сарата Майкуан Майкуан Желтая Аргентинца Откровенно в ноги На глазах арбитра Сарата сыграл Не самое Разумное решение Потому что Майкон со своей половиной Набирал скорость И до чужих Ворот ему еще было Бежать и бежать Почаще нарушает правила Лацио Это хорошая передача Снайдер Снайдер Входит в штрафную площадь Поскользнулся Соперник Не твердо Все стоят Сегодня на ногах Кто-то менял Ирнани С частности Обувь По ходу первого тайма Скользко На Сан-Сиро Теперь Станковича Плохо Что-то у него с пахом Ну возможно Тоже поехала Опорная нога Где-то Это опередил Бьяву И здорово Сделал передачу На Снайдера Проехал Лихштайнер Упал Снайдер бил Ну попал бы в створ Это было бы Не лег мяч Надо бы Свалился просто С ноги Скользят Скользят Там те ребята Которые в штрафную Свою Примчались Тоже Поехала Опорная у кого-то Похоже Не готов Станкович играть И еще одного Футболиста Из-за травмы Теряет Интер Ну тут уж Действительно Волей Волей Вспомнишь Слова Бенитеса По поводу Врачей Интера Тяжелый сезон Очень много матчей Станкович и так Все время Через травмы Играет Макдональд Морига Выходит на поле Вместо Станкович Но Морига Более обронит Ну плана Футболист Вряд ли он Может сильно Помочь в атаке Как Станкович Но объем работы Которые надо Выполнить В опорной зоне Он выполнен Маури тем временем С мячом Горидо Прострел Здесь Лусио И Занетти Не устоял На ногах Сарате Подача Ронокия Флокари Разыграли Римляне Главой Ледезма Лусио Зрячий На Занетти И Занетти Потащил Потащил Мяч Сделал передачу Вперед Это О А вдруг Бьява ошибется Ошибся Выход 1-1 2-1 Интер впереди Я не сглазил Бьяву Но просто Уж очень скользко Уж очень скользко И как почувствовал Это О Что сейчас Упадет Бьява И он упал 2-1 Интер В меньшинстве Выходит Вперед Ну и совсем Другое выражение Лиц У семьи Маратти Очень много Молодежи Болеет за Интер Студентов Школьников Я вот когда В прошлом году Был на матче Интера С Барселоной Для того Чтобы попасть На комментаторскую Позицию Надо как раз Пройти строго Вдоль Фанатской Трибуны Интера И вот после матча Я оказался просто Знаете как В пионерском лагере Очень много Молодежи Очень много Девушек Так лет 17-18 Так что Новое поколение Как бы у нас сказали Глори Хантеров Растет Ну Интер Много Лет подряд Чемпион Италии Соответственно Многие из Миланской Молодежи Школьников Это нормальное явление Для любой страны Своей симпатии В качестве первой Любимой команды Отдали Интеру 2-1 2-1 Бьява Он же упал до этого Помните Мы обратили с вами Внимание Когда Снайдер Поймал Ли Штайнера На замахе Влетели 2 человека Во вратарскую Один из них Грохнулся Сразу же на землю Это как раз и был Бьява Так что возможно Вот нет Милачей Не те бутсы Даже на таком уровне Одел И превращаешься В Агунсанью Ну что Чутье не подвело Эту Не остановился Играл до конца Вышел Один на один И исполнил И то Тоже сам едва Не поскользнулся Удар-то Акцентированным Не вышел у него На Гатому Снайдер Эрнаниес Отобрал мяч Ну Лацио Надо возвращаться В игру Что-то римская команда Совсем Скисла Как будто она На выезде Случайно вышла вперед Получила удаление И старается Всеми силами Удержать преимущество Очень интересная Ждет нас Концовка тайма Теперь надо Лацио Лезть вперед Интер получил Возможность сыграть Наоборот От защиты С акцентом На оборонительные действия Есть Оби Есть Киву Теперь уже Вряд ли Пацци не нужен Вот здесь Да Могла же поехать Тоже опорная У Самуэлиту Ну что поделать Бьява Не виноват Лотито И Илье Таре Спортивный директор Лацио Представитель народа Который в Риме Имеет не самую Прямо скажем Лучшую Репутацию В Риме Абсолютно весь Криминальный бизнес Что называется Крышуют албанцы Но вот Илье Таре Хороший Положительный Албанец Добился успехов В спорте Хотя Дальше можно Продолжить На свое усмотрение По поводу Связи спорта И всяческого Около футбола Ну да ладно Лидезмо Маури Подтягивает Лацио Силы К чужой Штрафной площади Теперь надо На запас Лацио Посмотреть А там ничего Интересного Не наблюдается Сарате Лучшев Локари Раноки Успел Ну и Флокарь Бил уже С нулевого угла Есть Чешский Талант Казак Который Уже Пять мячей Забил Сыграв всего лишь Шесть раз В основном составе Вот скорее всего Этого здоровенного Аля Нецада Товарища По-моему даже Одногодка Мы с вами На поле И увидим Подача Подача Сейчас было Очень опасно Лусио Как всегда Он в таких случаях Проявляет Очень эмоциональное Недовольство И сильным Португальским акцентом Посылает арбитра Куда подальше Считаю Что его толкали Сарате Сарате Санетти Камьясо Сплошные аргентинцы Бразилиц Туда влез Ранокия Брешано Упал Ранокия Теперь на марганте Размахивает руками Айда Матч Совсем не дневная Вечерняя игра Под вечерние эмоции Уже после ужина И укрепляющих напитков Кастелаци Не выходит из ворот У него нога болит И Диас едва Не переправил Этот мяч В ворота Там никакого положения Вне игры не было Если бы на месте Диаса Был не центральный защитник А кто бы потехничнее И с навыком игры Вот на такие мячи Может быть и переправил бы В угол Еще ничего не ясного В этом матче Травмированный Станкович Удаленный Жюлио Сезар Одна замена осталась У Леонардо И все три У Реи Кстати уже в общем-то Час с игром Может быть Кого-то Эдуардо Реи Выпустит на поле Теперь все наоборот Камбэк Интера До такой степени Состоялся Что теперь Интер ведет в счете Брышан Клокари Ледес Опять Клокари В глубину отошел Сарата На позицию центрального нападающего Но моменты С игры Вот после розыгрыша мяча Больше ворот Костеллаца не возникает Хорошая передача Лихштайнер достанет мяч Наготома Его накрывает Подача Выпрыгивает Тернанес И Майкон А дальше мяч Возвращается в штрафной Ирнанес Высоковато над бедром Пролетел мяч Ирнанес Под удар Нет Брышану не бьет Направо смотрит Там Лихштайнер Лацо Растягивает оборону Интера Наготома Шустрый наготома Не позволяет Лихштайнер выполнить Передачу в штрафную площадь Угловым отделался Интер Полчаса играть Камбьясу Неудачная была подача Лидезмы Брышану Ну Наготома Самое Милое дело За верховый мяч Бороться Тут же попал Под локоть Флокари Японец Отличная игра сегодня На Сан-Сиро Интерлацио В 34-м туре Серии А Третья и четвертая команды На данный момент В таблице Играют друг с другом Морига Луси Опасно играл Наготома Судья не дал свисток Снайдер Ориган Камбьясу Показывает ему руками Не спеши Не спеши Пошире Майкон Майкон Ну Майкон Какая ошибка Правда Пользуя Из этого Лацу Никакой Не извлек Очень быстро Вернулся В оборону Винтер И Морига Получает желтую Странно Чему удивляется Морига Взял И двинул Ирнанес Сзади По ногам Такую игру Отдавать нельзя В психологическом плане Это очень Серьезная будет Потеря Даже может быть Дороже трех очков Брешан Длинная передача Флокари Ведет Борю Луси Ирнанес Ну Мяч где Мяч у него под ногой Но там трое вокруг него И что же Лацу так стесняется Почему такой разрыв Был сейчас Между владевшим Мячом Ирнанесом И всеми остальными Ирнанес Брешану Подтолкнул его Комбьясу В спину Штрафной пробьет Лацу И забив гол Лацеали как-то Стеснительно действовали Взяли Отошли На свою половину И играли вторым номером И после удаления Сезара Вовсе не разжимали пружину Как-то Уж слишком Осторожно действует О Повозил мяч Но без нарушения Его Лацу Отобрал Сарате Лезет вперед Ирнанес Длинная стенка Сарате Удар Не попал Бить Бить надо чаще Игрокам Лацу Там же одноногий Фактически вратарь Он стоит-то на двух Но прыгать он Отталкиваться же Явно не может Со своей травмированной Правой ноги Негодует Сан-Сиро Сколько Хорошего футбола Как же им Хорошо живется Нам тоже неплохо Благодаря НТВ Плюс И нашим трансляциям Но тем, кто вживую Все это видит Сколько же было Футбола замечательного В этом году На Сан-Сиро И с участием Милана И с участием Интера Ну а здесь Скоро закипит Скоро закипит Это что-то новенькое Я такого не видел У Мадридского Реала Научились Размахивают газетами В частности Газеты Дело Спорт Это видимо рекламная акция Миланской газеты Есть еще Курьеры Есть еще Тутто Спорт Они в Риме издаются Их на севере не читают Но еще очень много Игрового времени Все что угодно Может произойти Лацо идет вперед Здорово уходил Флокери А судья показывает Играйте Камбьясо Снайдер У Интера Всегда есть вариант Свеженький Пацине Вместо Самуэля Это Который свое дело сделал Забил 20-й гол На данный момент Это победный год В матче Лусио Центральный защитник Команды в десятером Дриблинг Лусио Овации И наготома получает по ногам Красная Уравнивает составы Марганти Что и требовалось доказать Мы еще в первом тайме С вами прикинули Кого могут удалить В составе Лацо Но это оказался вовсе Не игрок У которого была желтая карточка А сразу же удаление Стефано Маури Получает удаление За грубую игру Первым нарушал правила Наготому А дальше По пятке Двинул его Маури Но вообще это наверное Чересчур Как и в ситуации С Жюли Сезаром Правда это произошло Прямо на глазах арбитра И он недолго думая Удалил Маури с поля За удар соперника За агрессивное поведение Наверное это так будет Как-то называться В протоколе Ну и тут же обсуждение На трибунах Насколько прав был Но сегодня ведущим Мовиолы Особенно на Телеканалах Будет чем заняться Как минимум Десять замедленных повторов Этого эпизода И эпизода С Костеллац С Жюли Сезаром Телезрители ожидают Лотито Нокия Нокия Страховал Вышедшего из ворот Вратаря И там уж не был Такой стопроцентный Фулл последней надежды И после этого Лацио Ведя в счете 1-0 Не сумел Развить преимущество Хотя играл В принципе Неплохо Но Наверное мог бы Сыграть более агрессивно Но это еще не все Хотя теперь равные составы И конечно Интеру теперь полегче Тем более на своем поле Тем более Ведя в счете Контролировать ситуацию Я не очень понял Почему Рея затянул С заменами Никого не поменял Леонардо Он уже пиджак даже снял Представляете Какая игра Насколько Погружается в этот футбол Главный тренер Интера Как же они с Карпиным Похожи Даже где-то внешне Есть сходство Один правда Совсем светловолосый Другой темноволосый Но вот по своей Такой игротской Вовлеченности В матч И потому как Они себя ведут В этой технической зоне Они же погодки Леонардо младше По-моему там На пару-тройку месяцев Вот такой Жаркий матч Получился В середине Игрового Дня В Италии Интер Лацио Еще Может быть и рубашку Придется снять Леонардо Потому что Понервничать ему Предстоит Как болельщикам И той И другой команды Для Лацио Еще ничего не потеряно Счет 2-1 Равные составы Правда Нет уже Такого преимущества Но Костеллация С травмой играет Есть ли Дезмо Получивший от Маури Капитанскую повязку У него прекрасный Дальний удар Где же удары Ирнанеса Который тоже обладает Великолепно поставленным ударом Ну вот наконец Замена И это замена В составе Лацио Либор Козак Выйдет на Поле Вместо Флокари Опять же Можно Пообсуждать Ударение Но по крайней мере Вот в транскрипции Четко Стоит Акцент Над буквой А Нападающий из Чехии Ну Назвали его Козаком Пускай будет Козаком Хотя если Забьет Или выведет Лацио Вперед То уж точно будет Козаком Но пока Угловые продолжают Подавать Лацио Камбьясу призывает Быть внимательнее Подача Вылетает За нет И выносит Мяч подальше 192 сантиметра У центрального Нападающего Из Чехии Который вышел На замену И поэтому Лацио Сейчас будет Грузить Наверное Мяч В его сторону Но 5 Для Дебютного сезона Нет Дебютировал Тонно В серии Позапрошлом Позапрошлом В мерзких отношениях А многие Футболисты Дружат Интер и Милана То Насчет Болельщиков Это Настоящая ситуация Дерби И Абсолютнейшего Непримирения Получил На орехе Броки За то Что Играл На этом поле В форме Милана И в атаке Лацио Сарата С мячом Броки Тут же Интеристы Передают ему Привет Ледезма И весь Интер В обороне Сейчас За исключением Самуэля Это Который В одиночестве Я так полагаю Стоит А вот Уже И тоже Вступает В отбор Подача Да Козак Возвышается Даже Над Ранокий В десятером Обе команды Но сейчас В атласу Играет так Как По идее Наверное Мог бы играть Имея на одного Лишнего игрока Больше Сарата Потерял мяч Это Проворный Легенький Это На скользком Газоне К нему попроще К нему попроще Полез И опять Биява Тяжелый Биява Поскальзывается Но Это Убежать В штрафную площадь На сей раз Не сумел Набегался Самуэль Может быть Пора И кого-то Посвежее Выпустить Но Пандев Тяжелый По цене Полегче Ледезма Передача В глубину Штрафной Слишком сильная Козак до мяча Не доберется Биява Показывает Нам как Главного Неудачника Сегодняшнего матча Но не повезло Бияве Что ж поделаешь И еще одна Передача На Это Это Пробил Из-под Биявы Муслера На месте Ледезма Совсем Что-то сегодня Ирнанес Потерялся Не видно Его Ни передач Но передача Была одна На Сарат Мы же ее Вспоминали Мало И практически Не бьют Футболисты Лацио Еще раз Выскажу Удивление По этому поводу Но хромой же Вратарь И совсем Не бьют По его воротам Лациаль Наготом С мячом Притормозил Ждет своих А там кроме Это Никого нет А Наготом Взял И побежал Сам вперед И молодец Угловой заработал Из ничего Очень Тепло поддерживали Наготом Миланцы Во время всех Страшных событий На его родине Как-то вот Привязались К этому Японскому Новичку Болельщики И на перспективу Конечно взяли Они очень Хорошего игрока Муслера Здорово играет На выходе И побыстрее Надо Лацио Переходить На чужую половину Ледезмо Ну и Интер успел Тоже вернуться Броки Козак В перекладину Попадает Первым же ударом По воротам Центральный нападающий Лацио И это еще не все Еще играть Очень много Времени Эрнанес Вот удар Давненько Бы так Хорошая Трехходовка Броки Здорово Очень Саратес Бросил мяч Грудью В штрафную Козак Из-под Раноки Двинул И попал В перекладину Леонардо Кого-то вызывает Из запасных Лезет Лацио Вперед Ну как же На глазах Усудил Усио Руками играет Против соперника Марганти молчит Нельзя давать Вперед Передачу Толласай Леонардо Леонардо Саратес Саратес Ирнанес Один Ирнанес Один же Не доходит До него мяч А что же Его не держали Продолжает Атаковать Лацио Саратес 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 Марига Хорошо Против него Отборолся Наготому Времени Еще много Накладочка Штрафной Мяч у Интера Видимо Кто-то покидает поле Раз аплодисменты Снайдер Забивший Очень важный Гол Со штрафного Уже Любим Место него Полузащитник Более Обронительного Плана Хороший Матч провел Снайдер Игл Забил Великолепно Сразу же Вышший На замену Нигерит Вступает В борьбу Броки Это даже Не видно А слышно Что это Броки Дальше Лихштайнер Здорово Отборолся Жоэл Оби Камбьясо Майкон Саратен Майкон Понесся Притинговать Защитников Откуда только силы берутся И не сбавляя оборотов На свою позицию Майкон Возвращается Которую закрыл Санетти Тем временем Лидезма Мирнанес Броки Лидезма Саратэ Саратэ Выискивал штрафной Выискивал Нырял Ждал свисток Но дождался В другую сторону Лусио пошел ругаться Саратэ Ну вообще здесь конечно Майку чуть не порвали На Саратэ Маргантик Как-то вот во втором тайме Судит больше И внимательнее В пользу Интера Рокки Нападающий Вместо защитника Спасать игру 10 минут Плюс добавленное время До окончания матча Майку Майку Это к Саратэ Обращается Рэя Но Марио Не слышит Камьясу Диас Нанес Штрафной Лацо Разыграли Майку И обе Но ни тому Ни другому Пас на ход Камерунец Не сделал Обе Из Нигерии Марига По происхождению Еще кинец Или анголиц Сейчас не помню Кинец Кинец И вот Решил с чужой половиной На свою Сделать передачу Марига Кастоваться Вроде бы Разбегался И даже Мы не вспоминали В общем-то По ходу Второго тайма О том Что у Кастоваться Травма Мне кажется Забыли об этом И игроки Лацо Мало было ударов Убеспокоить Вратаря Проверить Насколько он Комфортно себя чувствует С разбитой ногой Вопрос теперь Кто будет защищать Ворот в следующем матче Если Кастоваться Травмирован Действительно Потому что Жулиус Эзер Матч Разумеется Следующий пропускает Из-за дисквалификации Кастоваться На месте Интер Следующий матч Но не самый сложный На свете Играет против Чизена На выезде Затем Два домашних Матч Ну вообще сложный календарь С Ферентины дома Потом ответный матч Макубок с Ромой И выезд в Неаполь Против Наполи 15 мая Рокки Не было положения вне игры Ошибся Диас И Майкон Ну все правильно делал Очень технично пробил В дальний угол Бросил буквально мяч Словно рукой И красивейший сейф Мус Леры Отличная игра Увлекательная Масса любопытных моментов И самое главное До конца Сохраняется интрига 85-я минута Еще минут 7-8 Играть Проигрывает 0-1 Интер Выигрывает 2-1 Но у Лацию Есть еще время Спасти матч Валидольного тренера На старости лет Нанял свою команду Массимо Марати Здесь конечно кто-то Конечно Леонардо Очень увлекающийся человек Видно что он прям Весь в этой игре До конца Но все-таки Массимо Его сестра Люди Не такие молодые Чтобы столько Эмоций Пережить за Отдельно взятые матчи А такие матчи Интер играет все время Мне кажется Что даже Марати постарел Как-то вот за Те месяцы Пока команду Возглавляет Леонардо Слишком эмоционален Интер Если надо что-то Поспокойнее Замену Улаццо Уже Никакой замены Быть не может Это обращение К болельщикам Лаццо Все замены Использованы И последние минуты игры Поймает ли Интер Лаццо на контратаке Майкон Откуда он берет силы Несется как будто Только что началась игра Этуа 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 Открывается Получает передачу Неловкий пас Майкона Диаса Падает Этуа Борется за мяч И угловой зарабатывает Коварная поле Коварная поле Коварная поле Сан-Сиру Сегодня работает на хозяев Этого поля Не спеша Интер будет Разыгрывать этот стандарт Майкон Подача Просвистел мяч Над перекладиной Ну попал бы в створ Без шансов для вратаря Фамилию игрока Называет Сан-Сиру Это Лидезман Козака надо навешивать Так и делает Сара-то только низковато Конечно для Козака Там Рокки боднул мяч И мимо ворот Все, кстати, прилично Очень Раноки Отыграл В паре с Лусио Ну, собственно Эта пара является основной В Интере Но, конечно, в предыдущих матчах Я бы не хватало сыгранности И это сильно мешало Интеру Добиваться результата Проиграли мяч В центральном круге И локтем Козак Отмахивается А Траноки Попадает ему по голове Сложный очень матч Для Марганти Но заметьте Он, по-моему, самый возрастной Арбитр из всех Кто обслуживает матчи Серия А Где идет смена поколений Среди судей Но с каким уважением Марганти К Марганти Относятся футболисты Был ряд непростых решений Но ни разу На поле Футболисты Не позволили себе Ничего лишнего В адрес Арбитра Руководство Лацо Конечно же В расстройстве По поводу Того, что происходит Команда упускает Возможность Набрать очки На выезде Восемьдесят девятая Минута идет И обостряет борьбу За четвертое место Этот результат Помимо Всего прочего Очень важен Для Удинезе Для Ромы И для Ювентуса Который, конечно, Отстает прилично От четвертого места Но Учитывая, что Все-таки На кону Еще 15 очков 8 Которые проигрывает Ювентус Лацо К данному моменту Теоретически В общем Можно отыграть Рома еще меньше Она на данный момент На четыре отстает Удинезе вообще На очко Поэтому В принципе Удинезе Если выиграет Сегодня Дома у Пармы Удинезе Лацо В турнирной таблице Обойдет Девяностая минута 1-2 Лацо проигрывает Из последних сил Атакуют римляне У них тоже Удален игрок Как и у Интера Капитан Маури Диас Скидывает мяч В штрафную Там никого нет Санетти Безадресно Вот играть Да нет Даже адресно Самуэллито Прибежал первый к мячу Поймал его Поймал Обыграл И убежал от Бьявы И этого тоже обыграл Ну кто-нибудь Поддержит этого Бьява в отчаянии Толкает этого И Марганти Прощает Бьяву Санетти Показывает судье Как же так Рокки с мячом Нет Не сумеет Этот мяч обработать Пять минут Добавляет Марганти В офсайде К тому же мне кажется Был здесь Рокки Ну и то конечно Великолепно готов Физически Столько отпахать Это просто удивительно Ну и дальше Марганти Считает что можно Так отмахиваться локтями Конторатака Лацио И к несчастью Для Эдуардо Рэи Там Азу Рокки Мяч обработать Не сумел Сарате Диас Ледезмо Налево Сарате Навешивать будет Ну в принципе Наверное он так и думал Что он будет навешивать Но Занетти ему не позволил Этого сделать И одна из последних Возможностей Лацио Сравнять счет Угловой Здесь не надо Торопиться Надо дождаться Пока все прыгучие Придут в чужую штрафную площадь Подача Взяли вернулись В оборону И перекрыли Уже в сезон Эту Оби Камбьяс Контроль мяча Эту И даже здесь Бьява не сумел Переиграть Самуэля Эту Потеряв мяч Этого сразу же Полез в единоборство Да Бьява Этот матч Надолго запомнит Самуэля Эту Ледезмо Пас на Рокки Рокки в штрафной Козак Не дошла Чуть-чуть Передача До Козака Чуть-чуть Буквально Козак Очень здорово Открывался По месту Центрального Нападающего Скорее бы Скорее бы Домой Думает Массиво Марать Когда же Это кончится Еще три минуты Мучений И так Пару раз в неделю Санетти Лезет вперед И Дезмо Две минуты Вернанес Отличный Отличный матч Выдали команду Ледезмо Ледезмо Налево Брокки И восторг На Сан-Сир Полторы минуты Лучио 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 Побежал Поперек поля И так устал От этого рывка Что сделал Неточную передачу В сторону Наготому Эрнанес 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 Подтаскивает Мячик Штрафной Делает Неточную передачу Последняя Из добавленных Минут Майкон Опять делает Ускорение ЭТО В конец Измотав Бьяву Продолжает Дразнить Защитников Финтами Но Бьява Молодец Что не срывается И не бьет Откровенно ЭТО По ногам Уже нет Никаких сил У Морати Ждать Финальный Свисток Полное Опустошение Дарит Ему Леонардо Главный тренер Интера Ледезмо Нагнал его Сзади Майкон Неважно В игре Ледезмо Или нет Потому что Пара секунд Остается И сейчас Взорвется Сан-Сиро От восторга Все Эмоции такие Как будто Кубковый матч Выиграл Интер Но более-менее Так оно и было Очень важная игра С турнирной точки зрения Интер в обойме Интер в чемпионской гонке 50 66 очков У Интера И перед 9-часовым матчем Против Брэши У Милана Преимущество Плюс 5 очков Плюс 5 Соответственно Интер Обходит Наполи Интер Выходит на второе место Лацо Теряет Ну не то чтобы теряет Знаете Рео прекрасно понимает Выиграть здесь На Сан-Сиро Конечно было очень сложно Закладывать эти 3 очка Заранее в копилку Но то как Развивалась эта игра То какое преимущество Получил Лацо В виде лишнего игрока Удаления Введя в счете Можно было извлечь больше пользы Для себя Но так или иначе Лацо этот матч проиграл 60 очков остается у римлян У Динеза 59 очков Смотрите обзор тура Новости Узнаете как там все закончилось Рома 56 Ювентус вечером играет У него пока что 52 Интереснейшая будет концовка Чемпионата Ничего не ясно Ни вверху Ни внизу Турнирной таблицы Такой вот турнир В серии А в нынешнем году Ну и здорово Георгий Черданцев рад Что вместе с вами смотрел И это он замечательный И грунт Спасибо всем До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok